Субтитры создавал DimaTorzok Внимание! Начинаем заседание чародейного суда. Просьба всех сидеть на своих стульях и не вставать. Соблюдать тишину и уважение к суду. Всем, пожалуйста, выключить мобильный телефон, это может помешать нашему заседанию. Внимание! Все встать! Суд идет! Пожалуйста! Судьи заходим! Улыбаться разрешайте! Субтитры создавал DimaTorzok Начинаем заседание чародейного суда над сказочными злодеями. Подсудим их вести в зал. Подсудим их! Что-то у вас много лучше. Кто старший? Посчитайте их, пожалуйста. Подсудим их без разрешения, разговаривать не разрешается. Старший подсудим их, посчитайте, пожалуйста. Сколько у вас тут? У нас мечта про какого-то. Кто у нас старший? Я вижу Кощея. Кощея. Ты-то снимаешь? Посчитайте. Не задерживайте заседание, посчитайтесь. Так, посчитаться можно было для начала. Давайте уже начинать. ПЕСНЯ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Внимание! Начинаем судебное разбирательство. Сегодня в суде заседает верховный судья, король страны чудес. Секретарь! Просто король! Люди из народа, присяжные! Сегодня обвинение будет проводиться нашим прокурором Катом Чеширским. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу запомнить вновь, кто теперь со мной знакомит. Чеширский кот совсем не тот, что чешет языком. И вовсе не чеширский он от слова «чешуя», а просто волшебный кот, примерно как и я. Чем шире рот, чем чешире кот, хотя обычные коты имеют древний род. Но чеширский кот совсем не тот, его нельзя считать за домашний скот. Улыбчивый, мрулыбчивый со многими на ты, и дружеский отзывчивый чеширские коты. Ну, у других улыбка, но такая-то не та. Ну, так чешите за ухом чеширского кота. Чеширского кота. Чеширского кота. Не хочется. Ну, это не обязательно. Ваше сочиство. Защиту сегодня проводит Алиса из «Страны чудес». Начинаем разбирательство. Первые подсудимые. Бабаика. Ну, что такое? Викну потеряла. Бабаика потеряла. Охраняет подсудимые сегодня лесное чучело. Проклонись. Бабаика. Полное имя. Бабаика. Полное имя. Три четыре. Бабка, ёшка, костяная ножка. Бабка, ёшка, костяная ножка. Печки пупала, ножку сломала. А потом мне говори, у меня нога болит. Раз, два, три. Нога с бабкой попиши. Правильно. Какие могут быть фляски? Чего тратитесь? Они больше не будут вашего существа. Так, полное имя. Возраст. Бабаика, а какой возраст? Не знаете? Нет. Ну, больше хоть ничем не или нет? Ну, почти как у Кащейбе съел. Больше или нет? Больше. Больше. Секретарь, записывайте. Записывайте. Род занятий. Не помните. Секретарь, что написано? Секретарь, структор по туризму. Радостный. Так, секретарь, огласите вину бабы. Заманивала детей других. И хотела истыть, и съесть. Чувствия. Так, прокурор, вы готовы? Пожалуйста. Посмотрите на эту даму. Вместо того, чтобы научить детей своим волшебным навыкам, мастерству, колдовству, наконец, она им предлагала зарезать горячую печку с целью получения бесплатного завтрака или обеда. Опять-таки, добрым молодцем ворочила голову, вместо того, чтобы все за них сделать. Со всех сторон темная личность. Да. Баба Ига, что можете сказать в свою защиту? Ну, если ничего не можете, может быть, кто-то за вас сможет сказать. Мы поможем в обеде. ПЕСНЯ 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 Не задерживайтесь на скамью до решения вашего вопроса. Заслуживай прощень! Не задерживайте сунетное заседание нового, больше протоколе. Имя? Полное имя? А вы не подсказывали. Возраст? Вы смеетные. Так, ну раз занятие мы тут видим, казначей коллекционер. Пожалуйста, секретарь, что там у нас в вине записано? Подъезжал к девушек? Обвинение готово? Готово. Не пускал девушек на свободу. Предлагал им жениться и владеть его сладом совместно. Молодые девушки должны учиться, зарабатывать себя на жизнь своим трудом. А он, уже давно не молодой, пытался им получить незаслуженную богатство. Безобразие! Опять-таки такие сокровища не поделиться ни с кем. Гражданин Кощей, признаете ли себя виновным? Он не может ничего сказать в свою защиту. Мы поможем ему. А Кащей ты мой, Кащей Что с тобою стало И тебя изберегли И тебя не стало Твой прекрасный голосок Он уход на веки На тебя никогда нет Ни одной аптеки Куда ты не спешишь И с этими костами Как бывало, не криви И с криви костами И заплачутся по тебе Точенькие дети Не поместят о тебе Некролог в газете Мой дорогой, сокол сухо-сявый Черный, левый, лёховый И ветвый, неправый Больше сердце не стучит Под спортивной майкой А бывало, свой кефир Заедал он гайкой А зачем же умер ты Как тебе не стыдно И домой есть шесть Ты ли А то людям вина АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОЩИЙ КОЩИЙ Вас ещё не заслушали Поставили помощников Сесть на скамью подсудимых Защитник вакцист Что сказать Пожалуйста, не задерживайте Судебное заседание Вечно он одинок Но он не жалит Он хочет осыпать Свою невесту златом Приходит молодец И забирает невесту Отбирает золото И решает Кощея Вечности И чувствительный какой В обморок Упал от вопроса о вине Его не судить Пожалеть надо Даже вот разбойники пожалели АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, он уже сел без разрешения Хорошо Следующее дело Мы выслушиваем Секретарь, какое следующее дело? Дело Староприши Покля Так, подсудимая Шупакля Пожалуйста Где ваша крыса? Лариса, как сунду Крысу мы не вызывали Мы вызывали только Шупакля А уж вы выполняете заявление Не, что эти судебные разбирательства Как? Очень долго задерживаете Так, полное имя? Сторожный Шипакляк Возраст? Шипакляк Ну ладно, я понял По правилам хорошая тонна Дам об этом не страшен Не размахивайте зонтика Насколько вы там убьете Опять Так, род занятий Вы работаете где-то? Или пенсионерка? Пенсионерка? Судья, что там написано? Пенсионерка-жалунья Понятно Так, что у нас там написано Какая у нее там вина? Собирает злые То есть злые дела Понятно Обвинитель готов? Шупакляк всегда готов Так Стреляет из рогатки по голове Заливает до прохожих вводов Переворачивает мусорные урны Пугает всех своей крыски Переходит улицу в неположенном месте И вообще Вот документ о том Что она, будучи молодой Дужила в Америке шпионом И там научилась мелким пакостям И хулигатом Но теперь ее разыскивают за то Что она приколола колеса автомобиля Бэтмена Отправила пестициды морков в Басбаник И привязала консервную банку Хвастлю Микки Маус Ваша честь У вас много друзей? Да А вы могли бы дружить с крысой? Ни за что Гражданка Шупакляк хотела прославиться Ее ошибка в том, что она не знала Что можно прославиться хорошими делами Но разве в этом ее можно винить? Ее просто этому не научили На самом деле Шупакляк в глубине души Своей справедливая и активная старушка А хулиганила она потому, что ей было скучно И крылом мир Лариски У нее не было настоящих друзей Но какой настоящий друг Вот видите, она просто веселая Разве за это будет? Нужны нам свидетели Так, защита Спасибо, свидетель крокодил Гена Так, крокодил Гена Скажите, пожалуйста Изменилась ли Шупакляк После того, как подружилась с Чебурашкой? Приговариваю с Чебурашкой Потому что там столько возможностей повеселить Где? В школе А, то есть вы говорите, что она пошла в школу? Да Так, свободно Беспокоен такой свидетель У нас тут был еще один свидетель Чебурашка Посмотрите, есть у нас свидетель Чебурашка? Нет, Чебурашка У нас есть показания свидетеля Чебурашки? Пожалуйста Зачитайте показания свидетеля Чебурашки Изменилась ли она после знакомства с Чебурашкой? Да, вместо ведра она вливает прохожим из небольшой ваточки Подкладывает на стуле не кнопки, а клей И даже пошла учиться в школу Понятно Так, гражданка и Шупакляк почти все готово Вы хотите что-то сказать в свое оправдание, гражданка? Не хотите? А спеть Так, утром не ждет меня работа Я давно на песне сижу Очень мне прославится охота Ну а как Ума не приложу Ну раз вето много Хочу, чтоб мой портрет Застенчиво и строго Смотрелся все колес Лунным светом за Виталией Выхожу Закакай на простор Все скамейки перемажу клеем А потом Махнул через забор Ну раз вето много А чувство в мой портрет Застенчиво и строго Смотрелся все колес А здоровье у меня в порядке Чувствую себя я молодой И прохожих В качестве зарядки Из окна Люблю облить водой Ну раз вето много А чужство в мой портрет Застенчиво и строго Смотрелся все колес Подсудимый шапоклях Займите свое место на скамейке Подсудимый Вы посмотрите Она даже не начиняется Никаким законом Ладно, садитесь Как видно на пенсии Так, хорошо хоть Свою брусу не приняла Смотрите, мыша Подсудимые мыши Мышей должно быть двое Мышь серая и мышь белая Так, мыши, ваше полное имя Мышь серая Мышь белая Возраст Ну если не возраст Хотя бы рост какой у вас Меньше мы с ростом катаемся Мы не будем сейчас опять Измерять Так, род занятий мыши Род занятий Спортиза справедливость А вторая мышь тоже будет Спортиза справедливость Белая мышь Болишься за справедливость Да Секретарь, запиши Так, секретарь, пожалуйста Глазители по мыши Постоянно мучают всех котов Обвинение, у вас есть что сказать? Конечно Кота Кота У меня, в общем-то, есть обниля У меня есть документ Заявление Кота Леопольна Вот, как раз Кота Леопольна доставала два мушонка Они поедали не только крупы Они научились забираться в холодильник Пили его молоко И выкусывали куски из колбасы Рискливый кот потом выбрасывал ее в помойку А однажды, перед концертом классической музыки Мыши сгрызли кусок телевизионного кабеля И лишили его долгожданного удовольствия Так долго продолжаться не может, жалуется кот Я либо сойду с ума, либо покончу с собой Он в полном отчаянии Спасибо Мыши! Борцы за справедливость Вы можете что-нибудь сказать о своем защите? Да Давайте, поскорее Мы терпеть не можем кошек Мы терпеть не можем кошек От хвоста и до ушей Кот не может быть хорошим Кот не может быть хорошим С точки зрения мышей Квоз за хвост Квоз за хвост Глаз за глаз Глаз за глаз Все равно ты не уйдешь от нас Все равно ты не уйдешь от нас Квоз за хвост Квоз за хвост Глаз за глаз Глаз за глаз Мы вам скажем по секрету Мы вам скажем по секрету Без намеков и угроз Ничего приятней нету, ничего приятней нету, Чем тянуть кота за хвост? Хвост за хвост, хвост за хвост, Глаз за глаз, глаз за глаз, Все равно ты не уйдешь от нас, Все равно ты не уйдешь от нас. Хвост за хвост, хвост за хвост, Глаз за глаз, глаз за глаз. Посмотрите, какие маленькие, беззащитные эти существа, И какой огромный по сравнению с ними кот. И вот они ничего опасного коту сделать не могут, Они его пытаются напугать. Они, конечно, виноваты, не надо устраиваться на суд. Можно обратиться к властям, Но это же не преступление, залезть в холодильник. Научите котам вегетарианствовать, И эти славные мышки оставить его в покое. Понятно, спасибо за совет, подсудимые свободы, Кстати, о вегетарианстве. У нас тут есть одна подсудимая вегетарианка. Подсудимая лиса! Полное имя! Зовите меня просто лиса! Ну я так не зову! Возраст! А я считать не умею! Так, ну хорошо, род занятий, знаешь? Вегетарианка! Профессиональная! Профессионал! Любитель! Ворует ли есть цыплят и кот? Так, обвинитель готов? Хочу обратить внимание на то, Что она не просто нападает на зверей, Раз уж она хищница, Но ей зверей не может, Но! Она ворует их у людей и других хищников, Таких надо наказывать. Понятно. Лиса, можете ли что-нибудь сказать? Ну, без петь, как они защиты. Можете, лиса. Так, не затягивай меня, давайте. Так, не затягивай меня, давайте. Хотя потом бывает очень нерусно. А между прочим, я потом себя ругаю, И слоя платочек я уже приняю. Что она потом не спрятала кусочек. Что она потом не спрятала кусочек. Подождите, вы уже выступили. Свидетель цыпленок. Что можете сказать? Все это правда? Да. Что правда? Что она вегетарианка? Я как понимаю, что это нет. Так, защита. Можете что-нибудь сказать более понятное, чем этот сосредитель, бесполковое? Тонкая чувствительная натура. Философский склад ума. Но она не виновата, что родилась хищницей. Ведь мечтает стать вегетарианкой. А что ворует, не принимает ее пушистые лапы на другое существо. Приходится просто брать у других. Понятно. Спасибо. Вот видите, человек, кто может быть вегетарианцем, а есть цыплят во много раз больше лисы. А еще берутся ее судить. АПЛОДИСМЕНТЫ в суде. Поднимите, пожалуйста, руку, кто кушает цыплят. В суде. Пожалуйста, поднимите руку, кто кушает цыплят. Я ее только куляю. Отличать нев entender. Куля и целеблят. Поднимите руку, кто кушает. Кур и целеблят. Поднимите руку, кто кушает кур и цыплят. А чего беретесь и ее тогда судят? Они не судят. Спасибо. Лиса, спасибо. Следующая. Спасибо, можете сесть на скамейке. Следующая. Подсудимые разбойники. Подсудимые разбойники. Как-нибудь сидите. Кто-нибудь родит? Вы идите сюда поближе. Сколько их? Они вместе. Вот это вот подсудимые. Вот сюда, в микрофон. Три втроем. Так, я еще вопросов. Отсюда вопросов еще не было. Не отвечайте пока. Так, подсудимые разбойники. Ваше полное имя. Веселые ребята. Ничего себе не селек. Так, возраст. Разгоник всегда молод. Секретарь, запишите. Род занятий, разбойники. Секретарь, зачитайте вену, пожалуйста. Отбираю чужое имя. То в числе и моё. Так, ну, очень уставка покупает поток. Я конечно не знаю. Ну, обвинитель готова? Ну, что здесь говорить? Если ты артист, то и место на сцене. А если не находишься в месте на сцене, надо менять профессию. А не заставлять силой выслушивать ваши выступления и силой отбирать генератор. А ну-ка, покажите, какие вы артисты. Послышали, что судья сказал? Покажите, какие вы артисты. 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 Вуаля! 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 Эква! Это всё время! Что это у нас тут такое, на концертную площадку устроили? Защита! Попытайтесь их защитить! Легко сказать, что строят на сцену. А если не петь не можешь, но, к примеру, стесняешься? Или страх перед залом? Кто пойдёт слушать певца-лес или в поле? А если услышать, то платить не хотят. Вот и приходится им, поэтам, отбирать гоноррор силой. Отбирают и страдают Вы им устроите большой концерт в лесу Зрители спрячьте, чтобы не стеснялись А гонорар заплатите наперед и щедро У вас предложение защита У меня вообще такое впечатление Как они разобрались Поделились с кем-то Так, разбойники, с вами все понятно Задитесь на скамью подсудимых Последняя подсудимая Нет, сагиня Так, подсудимая полное имя Герцогиня Возраст Возраст знает только моя королева Род занятий Педагог с большим опытом Просто педагог? Педагог-кулинар А, вот так вот Так, имеете какие-то документы об этом образовании? Имею грамоту от королевы А вы вообще за вкусом? Так, занесите там что-то такое Секретарь Вина Неправильное обращение с младенцем А, она еще и с младенцем пришла? Ну что, я себе в суд Так, обвинитель готов? Готов У меня немного Ну, содержала ребенка В негигиеничных условиях Качаный голоду Горячая плита Трясла Бросила ребенку первому встречу Так, ничего себе Подсудимая, что вы можете сказать Свою защиту? Ну, успеете, как эти все люди Бой, бой, баюшки, баю Что за привередливый ребенок? Будешь вырваться из беленок Я тебя, бай, баюшки, побью Если поросенок Отстук в беленок Отзываю, баюшки, баю Даже самый смеленький ребенок Привернется в булдое в семью Погибаю, баюшки, баю Дым из барабанных пиконов Завод живет скеливым поросенок Я тебя, бай, баюшки, побью Если поросенка Отстук в беленок Отзываю, баюшки, баю Даже самый смеленький ребенок Привернется в крупную свинью Судима, вернитесь, пожалуйста Надо уважать суд Защита, у вас есть что сказать? Есть Она должна была, вынуждена была следить за кухаркой Поскольку она торопилась на крахеи И помогала ей перчине А трясла она его так сильно Потому что поскольку у нее нервное заболевание Посмотрите на нрав королевы Ребенка она отдала Воспитанные девочки А во-вторых, это не ребенок, а поросенок Так что это все равно не дело вложения Привернитесь, пожалуйста, суду Нос покажите Понятно Спасибо за счета подсудима Можете, наконец, сесть на скамейку Слушание дел закончено Всем встать Суд удаляется на совещание Затягивайтесь в стадии А вы что, зайдите в совещание? Устаняйтесь Прокурор и защитник Вы не участвуете в прокурор Они решили Поговорить потом Все могут сесть Спасибо за уважение Подсудимы Вы идите все, пожалуйста, сюда Вы уже все свои песни закончили Успокойтесь уже Сейчас суд огласит Спрашиваем Что нам скажет народ Народ Поднимите, пожалуйста, руки Кто считает, что всех подсудимых Можно освободить Понятно Так, вы, пожалуйста, учтите в ней Спасибо Что нам скажет суд Я вас освобождаю Аплодисменты Внимание Подсудимые Мы больше не подсудимые Можете скажем Спокойно 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok